ну что если у нас все понятно тогда продолжим в первую очередь мы выведем коленвал в верхнюю мертвую точку теперь мы покрутим коленвал пока не сойдутся метки в принципе так как мы сейчас поднимаем первый поршень ориентировочно это можно сделать по-другому можно просто в колодец форсунки опустить отвертку и смотреть когда она будет самой верхней точке и оставить потом уже при дальнейшем монтаже при окончательном мы уже это все дело обсмотрим и все правильно выставим но можно в принципе было бы и так единственная беда я не знаю как на этой машине расположены метки иногда метки бывают в таком месте чтобы цилиндры были все в одном положении то есть ни один из цилиндров не находился в верхней точке как на этой машине я не знаю поэтому лучше мы будем ориентироваться на точке значит смотрите на блоке у нас вот она стрелочка видите а на шестерни вот он пропильчик такой видите круглый вот их надо совместить чем мы сейчас и займемся как раз и это у нас по идее метки для выставления ремня грм верхняя мертвая точка или нет сейчас проверим проверяется это просто берем и в колодец опускаем отвертку если она упрется сразу этот цилиндр это у нас цилиндр для сравнения во второй у нас отвертка а вам упала то есть на этой машине метки соответствуют верхней мертвой точке еще раз повторю для тех кто меня сейчас будет парафинить на некоторых машинах чаще всего на японца метки для выставления ремня грм не соответствуют верхней мертвой точке вот так а на некоторых вообще машинах надо сначала вот так а потом чуть вот так повернуть а потом вот так и должно быть 15 градусов от верхней мертвой точки вот при этих условиях выставляется ремень грм поэтому не всегда такое бывает на этой машине как и на большинстве нормальных машин метки соответствуют верхней мертвой точке это хорошо а вот плохо у нас то что для того чтобы нам теперь поставить вал с рокерами нам надо снять вот этот насос а для того чтобы нам сделать насос на вот это все надо разобрать снять нам его удалось без демонтажа насоса потому что у нас было оно все было нам то есть если мы сейчас новые рокера возьмем молотком поломаем то наверняка мы тоже сможем вал воткнуть ну скорее всего придется его потом опять снимать я не знаю насколько эти шланги правильно надеты но я их все равно все пометил чтобы так как они стоят так как назад и вернуть это излишне кто-то вообще не заморачивался все гаечки от руки закручены закручены затянуты или не затянуты закручены сможем в целом процессе закручены 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 Ну как бы все понятнее и понятнее Откручиваем крышку И там под крышкой у нас еще будут болтики, которые держат сам корпус к головке Там еще шестерня, а вот под ней один или два болтика, по-моему, я точно не помню Здесь раз и вот здесь еще под ним, то есть нам надо шестерню по-любому снимать С этой шестерни, точнее с вот этой короны У нас датчик положения распредвала считывает вот эти зубцы И вот я сейчас только что выдернул А как его поставить назад, потому что у него нету здесь шпонки Я не очень понимаю Надо будет эту информацию поискать Ну вот и все, вот так все просто Не правда ли? Хотя с другой стороны Можно было снять только эту крышку Вот мы и сделали лишнюю работу Будет нам наука Если вот так вал взять, его можно в принципе опустить В любом случае много мы времени не потратили А опыта получили, будь здоров Что же касается распредвала Смотрите Видите, вот она метка на кожухе А вот она у нас прорезь Так, где она? Вот она, видите? На распредвалу При условии, что у нас шестерня сидит на шпонке Эти метки должны совпадать Это для распредвала, верхняя мертвая точка А для ТНВД у нас Здесь у нас все позакрашено Вот видите? Вот здесь должна быть прорезь Ну она точнее здесь есть Просто ее под краской не очень видно А ответная у нас Вот она, зазубринка на кожухе То есть должно быть все это вот так Так, смотрите, что я решил Раз уж мы здесь все равно все разбираем Я решил снять распредвал И заменить сами Что же касается шестерни, которая сюда идет Обсмотрел я, блин, все Как она ставится, дупля не отстрелю В мануалах везде искал Никто мне подсказать не может Никаких шпонок, ничего В мануалах единственное Как ее открутить и как ее закрутить Все Вот И здесь вклинивается один парень в комментарии И он подробно объясняет Что с мотором произошло Почему произошло Сколько на нем километров Судя по тому, как он выглядит и так далее Я говорю, слушай Ну если ты в этом на волне Может подскажешь Как выставляется это шестерни Потому что я ее с дуру снял А теперь, ну хоть бы пометил А теперь понятия не имею, как она вообще ставится Она говорит, там на шпонку она ставится и все Блин, посмотрел, ну какая Может вот эта шпонка Ну вроде нет Начинаю опять мануалы смотреть Начинаю в интернетах рыться Может кто-то что-то подскажет И тут один парень говорит У меня шпонку срезало Машина перестала заводиться Я думаю, стой А может быть И начинаю смотреть Так вот же она Срезанная шпонка Я вообще думал Это какая-то метка Какая-то технологическая Оказывается нет Это шпонка Ну и протупил я Ты же возьми шестерню Которую ты с разборки взял И здесь Та-дам Шпонка целая Видите Поэтому С распредвала шпонку Которая тоже осталась Обрезанная Я Высверлил Выкрашил ее Ну не выкрашил Именно Засверлил И потом Таким съемничком С обратным винтом Высмыкнул остатки Ну и заодно Решил все-таки Померять сальник Хотя Сальник нам придется Денек подождать Потому что вечер И сказали Будет только Завтра с утра Поэтому Подождем мы сальничек Для вас-то пройдет Одно мгновение А для меня Пройдет время В любом случае Для снятия старого Распредвала Ракеров И для установки Нового Не надо было снимать Каркас Привода Насоса Можно было Его снять Так Да Да Но То что мы его сняли В принципе Это очень хорошо Потому что Мы во-первых Обнаружили Срезанную шпонку Именно из-за этого У нас машина Не заводилась Включенным Датчиком положения Распредвала Это раз И второе Что мы сможем Все это Герметиком Новым Промазать И все Сделать Красиво Во избежании Дальнейших Потерь Масла Из-под крышки Из-под крышки Из-под крышки Короче Из-под этой хрени Вот так Поэтому Придет сейчас сальник И продолжаем Пока ждал сальничек Поподготавливал Седла Почистил Здесь Здесь На Клапанной крышке Прокладку Менять не будем Крышка Бодрая Так Это у нас Глейсер П77 577 Дефис 01 Берем Дживанши Слегка Смазываем Здесь У нас Распредвал Должен Лежать Вот этой Шпонкой Вверх Для того Чтобы Снизить Нагрузку При пуске Используем Пасту Для Она идет На шейке Каленвалов Распредвалов Это у нас 3010 По Коду Ликемоли Перед установкой Вала С тракерами Мы Расслабляем Все регулировочные Шпилки С гаечками Все равно Мы будем Это регулировать Расслабим Для того Чтобы Не было Нежелательного Нажатия На На Клапана И потихонечку Все это Притягиваем Вот Травится Мне Когда Затяжка Имеет Определенный Дофуск Вот Здесь Например Крышки Распредвала Затягиваются С усилием 25-30 Ньютон Метра А то Пишут 22 А здесь Так Можно себе Позволить Вольность С учетом Того Что у нас Распредвал Не новый Болты Не новые Поэтому Затянем Мы с усилием Минимальным 25 И проверяем Еще раз По кругу Потому Что Одни Затягиваешь А другие Могут Ослабиться Так Ну что Пришло Время Ремень Поставить Возвращаем Шестерню Ставим На шпонку Смотрю Думаю Подушку Открутить А вот Там уже Без меня Открутили Видите То есть Как бы Сэкономили На одном Болту Подушку Снял Чтобы сюда Можно было Динамометрическим Ключом Подлезть Что я хотел Здесь сказать Затягивается Шестерня Распредвала С усилием 55-64 Ньютон Метра Мы Как положено Затянем Минимум Либо Ближе К серединке К серединке Но Здесь Нужна Специальная Приблуда Которая Держится Эта Шестерня Чтобы Во время Затяжки У нас Распредвал Не прокрутился У меня Его нет Я думал Можно купить А потом Думаю Ахерата У меня Есть Вот такая Штукенция И С помощью Этой Штукенции Я Погробую Сейчас Закрепить И Тянем Главное Не прокрутить Ее А если Почувствуем Что прокручивается Немедленно Остановиться Видали Да Кстати Это здесь Возможно Безопасно Сделать Почему Потому что Есть Дополнительный Венец За шестерни Такие Приемы Лучше Не использовать Потому что Поцарапаем Шестерню Это Поцарапанная Шестерня Постепенно Она будет Херить Ремень Здесь У нас Здесь У нас Все четко Здесь У нас Все Четко Сейчас Разложим Ремень Болтик 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 Которого Не хватает Мы Все равно Потом Поставим Но Мы Спешить Не будем Потому что Вполне Вероятно Нам Еще Подушку Придется Снимать А для Того Чтобы Поставить Натяжитель Нам Надо Открутить Ролик Вот как Предположили В комментариях Здесь У нас Какая-то Хрень То есть Не Отверстие А именно Дырка Там Мало Не Балуй Хотите Грануть Конечно Же Хотите Че Я Спрашиваю Смотрите Там Должен Быть Вот Этот Болт Это Тот Который Я С Разборки Достал Вот Примерно Такой же Да Это На М10 У нас А теперь Давайте Посмотрим Что у нас Там В натуре Вот 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 Болт Должен Входить Вот сюда Болт Как Дырка Дырка Великовато Ну Или Мне Так Кажется Сука Взять Бо Этого Мастера Да Да Побить Пальцем Молотком Уроды Значит Смотрите Вот Это У нас С Разборки Со Штатным Болтом Вот Это У нас Самодеятельность С Непонятно Каким Болтом И С Втулкой Почему Втулку Сделали А не Сразу Резьбу Под Этот Болт Нарезали Я Не Знаю Видите Там Есть Втулка И В нее Вкручен Болт Почему Так Сделали Непонятно Значит Есть Несколько Вариантов Решения Проблемы В Принципе У Меня Есть Плашка На 18 Шагом 1.5 Вот Сюда Чтобы Изготовить Вот Такую Втулку Только Под Штатный Болт Но Я Нашел Путь Легче Я Нашел Болт Откуда То Он У Меня Но Это Походу Скалинвала Откуда Не Скажу И Он У Нас Четко 18 Шагом 1.5 Из Него Втулку Сделать Будет Гораздо Проще Почему Не Сделали Сразу Так Ну Матом Я И так Много Ругаюсь Поэтому Воздержусь Пойду Точну Втулку Нарежу Резьбу За Втулю И Продолжим Сука Блядь Это Какие То Сатанисты Надо Хоть Адрес Узнать Этой Мастерской Не Дай Бог Не Попасть Туда Так Вот Как Получилось Как Я Замутил Осталось Собрать Так Проверяем Метки И Подвязываем Ремень Осталось Скоро Более Водов Осталось проверим все правильно метки вам показывал повторно не будет снимаем шестерню которая у нас считают датчик коленвала и перекидываем ремень если не хватает конечно на нужный зуб ролик натяжителя на свое штатное место так вот видите вот так он работает не быть наглухо закрепленным теперь проверяем метки здесь у нас метка на своем месте видите что у нас сверху верху у нас метка здесь совпадает и там видно вам или нет не скажу короче совпадает поверьте мне ну что вытаскиваем стопор с натяжителя и все должно на тянутся ну вот и все ремень натянут по крайней мере я на это очень надеюсь еще раз опускаем машину и обрезаем стяжки а теперь кульминационный момент проворачиваем мотор на один полный оборот то есть два оборота коленвала либо один поворот раз предвала и смотрим перепроверяем метки а сейчас ремень у нас сейчас нормально натянут пробуем думаю все будет хорошо поехали проворачиваем колено пока эти проворачиваем мотор пока вот эти метки опять не встанут на свое место и проверяем все остальные Аккуратненько, ничего не ломаем Вроде все движется хорошо Подводим метку К своему месту Бздынь И проверяем остальные меточки Здесь у нас стало идеально На распредвалу На распредвалу тоже у нас стало все как положено То есть у нас все три метки стоят на своем месте И это не может не радовать Насмотрелся я умных пацанов по поводу регулировки Я так никогда не регулирую Обычно я всегда проворачивал по четверти оборотов Что я увидел Значит верхние мертво точки мы регулируем Вот эту пару То есть первый, второй, четвертый, пятый Потом проворачиваем распредвал На На 180 градусов Либо календарь на 360 И регулируем Третий, пятый Точнее третий, шестой, седьмой, восьмой Еще раз Первый, второй, четвертый, пятый Поворачиваем Третий, шестой, седьмой, восьмой Это у нас выпуск Это у нас длинный впуск Впуск мы делаем от 0,12 до 0,18 И выпуск мы делаем от 0,32 до 0,38 На холодную То есть, грубо говоря, впуск мы делаем 0,15 Выпуск 0,30 Вот так Давайте попробуем Пацаны Херни не посоветуют Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь Собираем заднюю часть Наносим герметик Вот здесь у нас Есть канавка По одной канавке И по второй канавке Наносим герметик Не перебарщиваем Эти болты закручиваем Плюс усилия Ньютон-метров Не ошибитесь Теперь Наша злополучная шестерня Берем с разборки Потому что на ней Есть пымптик Этот пымптик идет Вертикально вниз Эта шестерня Затягивается Тоже с усилием 55-66 ньютон-метров Как и передняя Шестерня На распредвалу Ну и по идее Для того чтобы ее снимать Надо удерживать шестерни А для того чтобы затягивать Зачем удерживать Если они у нас Равнозначно затянуты Есть же разные Там законы ньютона Которые нам говорят Что действие равно Противодействию Поэтому Я буду держать Этот шкив А эту гайку Буду затягивать Динамометрическим ключом С усилием 55-66 ньютон-метров Вот и все Для монтажа Не надо никаких Хребней Что же касается Крышки Вот эта крышка У нас Родная С этого мотора Как утверждает Механик Который Установил Этот мотор Что на моторе 130 тысяч А вот эта крышка Вот эта Это у нас Разборки На этом моторе Почти 400 тысяч А здесь 130 А здесь 400 Давайте поставим Красивую А эту Угу Да 130 тысяч Говорят 100% Там Единицу Забыли Написать А может написали Да не поверили Кстати Был у меня Один случай Один клиент Занимается Куплей Продажей Машин Говорит Звоню Мерседес 124 Есть на него Клиент Машина старая Но до сих пор В цене И говорит Спрашивает Там состояние Салон Там то 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 Все отвечает Все устраивает Он говорит А километры Вот это Ну это ошибка Да 2 миллиона 400 тысяч Здесь 40 тысяч Хозяин машины Нет Нет Все правильно 2 миллиона 400 тысяч На мерседесе С родным двигателем 124 Мерседес Гольф 3 Легенды Смотрите Какая у нас Здесь Незадача Вот здесь У нас По краю Насоса Гур Щедро Залито Какой-то Хренью И это Даже не Герметик Здесь Такое Впечатление Как будто Это У нас То ли Гипс То ли Хер Его знает А все Почему Потому что Кто-то Не захотел Ставить Сюда Уплотнительное Кольцо Которое По всей Видимости Здесь Должно Быть Сейчас Подберу Сюда Колечко Потому что Это Ну так Не пойдет Еще Очистили Это все Надо Потому что Если мы Не очистим От этого Кольца Тоже Толку Будет Немного Мне Жека Подсказал Что Это А ну Ка С трех Раз Догадайтесь Это Блядь Вот Это Самая Холодная Сварка Точно Я думаю Чем же Здесь Могли Уроды Вообще Заводы Которые Производят Холодную Сварку Когда Я Блядь Стану Фараоном Я Вас Всех Казню Вот Попомните Мое Слово Я Вас Всех Казню Самым Жестоким Образом Более Бесполезного Материала Вообще В жизни Не видел Сука Тем более В местах Где Должна Стоять Резина Уже Не просто С извращениями Опыта Побольше У меня Даже Идея Такая Не возникла Что Кто-то Может Впинюрить Холодную Сварку Вместо Уплотнительного Резинного Кольца Если Вам Надо Уплотнительное Кольцо А Уплотнительного Кольца У вас Нет Что же Делать Что же Делать Можно Конечно Залить Это Все Холодной Сваркой В идеале Можно Позвонить На Мазду И заказать Оригинальное Уплотнительное Кольцо Что Было Логично А Если Вы Не Хотите Звонить На Мазду И Вам Допустим Машину Срочно Надо Отдавать А Смазы Будут Вам Увести Какое-то Время Как Это Решать Если Вы Только Конечно Же Какое-то Отношение Имеете Механику Берется Ящик С Уплотнительными Кольцами И Выбираются Кольца Вот Какие Вам Душе Угодно Какие Вашей Душе Угодно Подбираем Ставим Та-дам Но В любом Случа Это Делается Не Холодной Сваркой После Чего Мы Берем Одно Из Устанавливаем На свое Место И Устанавливаем Деталь Вот Так Все Просто Шайбы На форсе Какие-то Они Немного Подуставшие Прогоревшие Это Одна Из Четырех Ввиду Плачевного Состояния Шайб Немного Фрезой Проходим Седло Так Как Оно Не Сильно Там Похерено Это Часто Символически Делаем То есть У нас До Конца Не Прогорело Немного Форсунки Почистим Потому что Они Совсем Совсем Некрасивые Вот Что еще У нас Еще у нас Сегодня Суббота Пол Третьего У нормальных Людей Вообще Суббота Шабаб Правильно Мы И так Сегодня Задержались Хотел Я вам Показать Как Эта машина На этой Неделе Заведется Но Не судьба Возникает Резонный Вопрос А если Сегодня Суббота Рабочий День У меня Уже Давно Закончился А у Остальных В принципе И не Начинался Где Мы Возьмем Шайбы Под Форсунки Для Этого Есть Волшебный Чемоданчик Шайбами Для Форсунок Понимаете Да Мы Подбираем Шайбы По Толщине Надеваем И Еще Три Штучки Почему Я Выкладываю Ремонт Который Не Закончен Я Вам Объяснял В Прошлом Видео Кому Интересно Пересмотрите Итак Ставим Форсунки И По Домам Сначала Разлаживаем Шайбы Раз Раз Керамическая Паста Не Шевелится Форсунки Мы Намечали И Затягиваем Форсунки С Усилием 52 61 Ньютон Метра То есть Приблизительно Сделаем 60 Итак На сегодня Пока Хватит Прошу Прощение Что Вас Разочаровал Сам Хотел На этой Неделе Закончить Но Не Срослось Поэтому Думаю Думаю Что Закончим Следующее Воскресенье Ну Точнее Вы Увидите Следующее Воскресенье Как Оно Там Пойдет Я Не Знаю Может Нам Действительно Придется Еще Всю Заново Разбирать И Снимать Головку Блоко Цилиндров Поэтому Ту Которую Мне С Появилась Разборки Мы Разумеется Выкидывать Никуда Не Будем Она У нас Останется Но На Сегодня Все Кому Надо Адрес В Описание Всем Пока